Я чувствую, что могу лечить, и это уже проверил. Как это развивать? Прежде чем лечить других людей, вы должны полностью вылечить самого себя. Что это значит? Это значит избавиться от всего, что вам мешает. Когда вы избавитесь от всего, что вам мешает, вы не будете задавать подобных вопросов, потому что вы будете сами всё знать. То есть если вы до сих пор задаете этот вопрос, это говорит о том, что других вам лечить ещё рано. То есть я бы вам рекомендовала обратить серьёзное внимание на себя самого. И напомню целительский принцип, из которых всё начинается. Первое. Когда к вам приходит человек, обращается за помощью, его надо не лечить, надо выяснить причину, по которой с ним это произошло. Затем надо подробно разобрать с ним эту причину и предложить ему выход из ситуации. Затем надо понаблюдать за человеком какое-то время и посмотреть, каким образом он исполняет ваши рекомендации. И только в том случае, когда он прекратил создавать причину, по которой у него проблема, такому человеку можно помогать. Исключение составляет случай травматической медицины. Это когда у человека повреждение физического тела, и счёт идёт на секунду, то есть остановить кровь, или чтобы человек сделать какие-то процедуры, чтобы человек не погиб в данную минуту. Здесь, естественно, не нужны ваши рассуждения о том, помогать человеку или нет. Хотя и здесь есть свои тонкие нюансы. Если этот человек позавчера на стадионе расстрелял 40 тысяч человек, как Пиночет, и вот он перед вами лежит в аварии, то, может быть, стоит задуматься, вмешиваться вам в это или нет. Это очень непростой вопрос. Думаю, сейчас мы его не будем разбирать. Григорий, добавишь что-нибудь? Он может лечить, и что же ему делать дальше? Очень хорошо, если у человека есть дар к целительству. У меня папа тоже интересовался разными этими вещами. Прочитал книжки Джуна Давиташвили, выучил её пассы. Я как-то мне рассказывал, кого-то полечил головной боли, да, у человека прошла боль, у него началась головная боль. Поэтому прежде, чем кого-то лечить, а у вас, если в этом есть возможности, вы для лечения должны для себя построить базу, с которой начинается лечение. Потому что, например, в любой традиции, например, в цигун, в йоге, в каких-то чистых традициях всегда есть база, с которой начинается лечение. Лечение начинается не с того, что у человека убирается болевое ощущение, а смотрится, почему это произошло. Первое, что можно ли человек лечить, то есть вообще можно ли лечить, это тогда, когда человека лечить нельзя. И болезнь – это единственный способ, чтобы его душа вообще выжила. Может быть, ваше лечение, если вы убираете с него эту проблему, только усилит проблему. У Лазарева была очень интересная ситуация. Что интересно, что Лазарев, в общем, человек с достаточно высокой репутацией, во всяком случае, было, что у него люди вылечиваются там за какие-то минуты. Что человекам говоришь, да, у человека очень надо. Меняется его отношение, меняется ситуация, то есть у него меняется внутренний мир, отношение к ситуации, и болезнь начинает сама уже выходить. То есть бывают такие ситуации, когда можно это сразу делать. Но опять же, когда идут в человеке изменения, вот эти изменения в человеке не идут, это чуть опасно. Можно, например, в некоторых случаях ослабить какое-то болезненное ощущение в человеке, чтобы он, например, у него такая ситуация, что он уже дышать не может, да, то есть чтобы он пришел в какое-то состояние, в котором он хотя бы мог бы разобраться в ситуации. Но принципиально не менять проблему, чтобы пока человек не разобрался в проблеме, пока не изменилось в отношении, не поменялось мировоззрение, процесс избавления от недуга не произошло, поскольку механизм болезни – это механизм, показывающий человеку, что он саморазрушается, разрушает окружающий мир. Всегда это основывается, по сути, на мировоззрении человека, именно мировоззрении человека. Это хорошо, что у вас есть дар к лечению, то есть в будущем вполне возможно вы сможете стать целителем, но вы должны нарабатывать начальную базу лечения, с чего начинается лечение. Если вы эту базу наработаете, вы сможете полноценно в будущем помогать людям при какой-то традиции, разработайте свою собственную традицию. Здесь определенные начальные столбы, с чего начинается лечение. То есть не с получения денег, не с услышания больного, а с базовых вещей. Если вы эти вещи знаете, умеете, то вы можете быть целителем. Вопросы, как это, или на залп по поводу здоровья, то есть у вас самого проблемы со здоровьем, то есть у вас нет избыточного уровня энергетики, избыточного уровня психического, скажем так, стабильности, психического уровня выносливости, то для вас это будет опасно. То есть вы потенциально вылечивая человека, можете сами делать себя коллегой. Поэтому целитель – это тот, у кого повышенный уровень по всем статьям, и по морально-нравственной базе, и по биоэнергетической базе, и знания о мире, о каких-то законах Вселенной. Есть, например, целители, которые не владеют информационной базой, но они владают этим базой на уровне интуиции. Есть такие люди, то есть это тоже возможно, неважно, откуда вы берете базу, то есть из какого именно источника. Важно, что этот источник соответствовал, скажем так, космическим нормам, программам космической этики. Сначала наработайте вот эту базу, когда вы поймете, что эта база работает, когда вы поймете, что у вас достаточно собственных ресурсов, когда вы умеете сами очищаться, когда вы умеете сами излечиваться. После этого можно попробовать. Начните сначала с себя самого, вылечите, потом попробуйте кого-то из своих близких, те, кому действительно нужно, и кто готов по этим принципам лечиться. И только потом идти. В общем-то, Елена Анатольевна, ваш лектор, который с вами разговаривал только что, она именно по этим путем ушла. И только благодаря этому пути, в общем-то, мы не имели таких серьезных проблем, касающихся процесса лечения. Вообще, при каждой нормальной чистой системе есть система тестирования. Она, например, есть и цигун. Причем человек лечится, не смотрит причину этой болезни. Она, например, есть и в йоге. Вот она есть. И в некоторых, просто, например, в тибетской медицине, человека проверяют, какой источник его болезни. Некоторые сейчас, к сожалению, тибетские доктора, они больше переходят в физике. То есть к физическим процессам. И вот есть такая тенденция. Но, как правило, такое лечение, оно будет временно помогать. То есть они с помощью, например, таблеток лихитопроцедуры временно гармонизируют человека. Это может на время убирать проблемы. И когда гармонизация не пошла достаточно глубоко, одними таблетками и просто практиками механическими, как правило, проблему не уберете и не излечите человека. Я вообще вам рекомендую, пока вы не стали полноценным целителем, найти какую-то традицию, которая вам близка. И на базе этой традиции, например, йоги. И на базе этой традиции этим заниматься. То есть сама йога, она построит все эти ступеньки, она объяснит эти вещи. В йоге эти базовые вещи есть. А потом вы свою систему присоедините к системе йоги. Потому что вообще человек, достигший, например, каких-то определенных ступеней, он может быть целителем уже по факту. Когда у вас раскрылось сознание, то вы можете, например, заниматься целителем, в принципе, например, через высветление человека. Например. А если у вас есть какие-то еще способности, какие-то тела специально развиты, если у вас есть какой-то опыт с прошлой жизнью, может быть, неосознанный еще. Поэтому, чтобы не навредить себе самому, чтобы лечение не превратило вашу судьбу в судьбу Джуны Дэвида Швили. А если вы хотите знать, что это такое, посмотрите, во что Джуна Дэвида Швили превратилась в 60 лет. Это человек с очень хорошими биоэнергетическими способностями. Это был первый человек в Советском Союзе по способностям. Насколько мне известно. Вторая была Сафронова. Первая была она. Вот она с помощью лечения использует только свои способности, к чему она пришла. То есть помните, что у всего есть причина. Если вы видите причину, то вы, в принципе, в дальнейшем можете, опираясь на понимание этой причины, делать все, что угодно. Лечить, предсказывать, советовать, строить какие-то системы. Вот если этого видения у вас умения отслеживать нет, то лечение будет опасным и для вас, и для того, кого вы лечите. То есть внешне вы можете менять ситуацию, а на каких-то более глубоких уровнях будут сплывать проблемы. Я хочу еще раз впечатнуть, что очень хорошо, что у вас есть способности к целительству. Но не сделайте вашу способность бедой для вас и для окружающих. Подойдите к этому осознанно. Субтитры создавал DimaTorzok